Вот представьте, что вы, там, первый фестиваль шансона вас пригласили вести, дали нормальный гонорар, но там нужно было выучить Феню. Выучили его? А вы сказали, нет, я не буду учить Феню. А вы сказали, это профессия, старичок. Серёженька, я не знаю, в это время мы переживали достаточно трудные времена, когда... Перехода на цифру. Нет, цифры не было. Именно перехода на цифру. На цифру, да. Было очень сложно, потому что нас после 91-го года постепенно уводили за кадром. Преследовали. Ничего подобного. Это было как раз вот предтеча того, что нас совсем когда-то уберут, и в 95-м году нас всех убрали. Юрий Петрович, ну вы сейчас так интересно говорите, как будто вы все, всем этим отделом собирались жить вечно в этом телевизоре. Нет. Понятно, что уберут. Приходили новые телевизоры. Нет, 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 нет. Должны были жить другие люди. Нет, 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 нет. Мы понимали, понимали, но мы не понимали, мы не понимали, как может телевидение преобразиться, когда не потребуются дикторы. И я до сих пор не понимаю некоторых вещей, как можно лишить людей, живущих в разных географических поясах нашей страны, а у нас 11 часовых, сейчас 9, вот, часовых поясов. И как можно лишить старушку в каком-то селе, где-то в Красноярском крае, у которой нет, нет, ни газеты, есть только радио и телевидение. Как можно лишить ее программы передачи? Как? А так. Сейчас нигде не печатается это. Печатается только в газетах. Нигде не. Раньше мы говорили, программа передача на завтра, и она уже знала, что завтра в 19 часов, перед программой время в 19 часов 20 минут она будет смотреть свой любимый сериал, какую-то там 105-ю, скажем, пример. Рабыни и зал. Пример, да. Сейчас этого нет. И она в неведении, что она может завтра смотреть. Она не знает этого. Не знает она этого. И нас постепенно к этому готовили, что дикторы не нужны. И в 95-м году, 1 августа, нам предложили официальным извещением убраться, что ни первая программа, ни вторая в ваших услугах не нуждается. А вы капризничали по этому поводу? Мне было неинтересно. Можно было закатить нормальный митинг, скандальчик такой небольшой. Выйти с транспарантами. Куда? Все бы вышли, сказали, дикторы. Ну, куда? Перед входом. Перед входом? У всех забрали пропуска и все, до свидания, мальчики, до свидания, девочки. А вы с этой стороны входа? Ну, конечно, конечно. Нет, этого не было. Не было той профсоюзной солидарности. Да, как у работников, как мы только что заметили. Польского. Польский союз солидарности. А вы, кстати, завидовали когда-нибудь каким-нибудь дикторам? Мне просто интересно. Никогда. Подождите, Юрий Петрович, одну минуточку. Никогда. У любого человека должен быть культовый персонаж. Если нет культового персонажа, хотя бы в каком-то период времени, значит он настолько уж прямо вообще. Я, ты понимаешь, какая штука? Я воспитывался на традициях и начинал я в 59-м году с радио. Я как бы впитывал в себя в начале основы радио. Когда человек, сидящий у микрофона, вот только микрофон, больше ничего. Телевидение – это компонент. Это ваше лицо приятное, это ваши волосы, это ваши глаза, вот это музыка, которая… Это бы ушел за кадр, ты ушел за кадром, а сам продолжаешь существовать, потому что ты подсчитываешь какое-то изображение. Потом ты появился, мило улыбнулся. Это компоненты. Телевидение. На радио этого нет. Там есть только ты и микрофон. Я работал на радио, вы знаете. Тем более. Тем более. Не мне тебе объяснять, а если… А у вас есть частота любимая какая-нибудь? Я поймал такую частоту? Нет, нет. Нету? Нет. Не можете разрушать мосты, там радиоприемники, вырывать динамики? Нет, ну я пою, я начинаю стонать, я начинаю по утрам распиваться немножечко, чтобы, так сказать, еще в свои 70 с лишним лет не терять. Вот, чтобы не было старческого дребезжания и так далее, и так далее. Это все есть. Но радио было тогда первично. Радио было первично. Это удивительно. И поэтому у меня не было… У меня была такая, ну если есть такое понятие, белая зависть к тем, кто хорошо читает на радио. Хорошо. Ведь на радио шли целые какие-то радиоспектакли. Кстати, у меня есть записанное когда-то, я принимал участие как актер в создании книги «Мастер и Маргарита». Это радиовариант, да. Это радиовариант, и он продается там. Такой режиссер Юра Доронин. Я не помню, кто я сейчас, я читал какие-то последние. Нет, нет, а там-то кем были? Не помню сейчас, это было очень давно. Это было очень давно. Но хоть не женские персонажи, это однозначно. Нет, конечно, нет, конечно. Не Маргарита. Мы выпустили один спектакль, радиоспектакль, но он почему-то не пошел. Я был Маргаритой. Нет, если бы ты был режиссером, то я бы, конечно, читал бы очередную Маргариту, как я читал у тебя в теремке. Я не Виктюк, я не Виктюк, я понимаю, да, 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 да. И Жапу вы вряд ли бы читали, потому что… Или лягушку. Ты мбра, ты мбра ваш. Да, да, да. Ну, а к искусству, как говорится, всегда не лень и перейти. Давайте перейдем к искусству. Вы знаете, Юрий Петрович, когда я на вас смотрю, мне все время кажется, что не может такой человек ходить один. Что такое один? Что он ходит не один. Что такое не один? Не один, значит, в сопровождении. Никогда, в сопровождении. Рядом приятели. Рядом приятели. Вы мои мечты, вы разбиваете мою мечту все время о свой голос, Юрий Петрович. Как вам не стыдно? Как вы говорите? Дадим молодежь, вот поэтому и уволили в 95-м, потому что вы не давали никому сказать нормально. Хорошо, Сережа. Вы слабый голос не слышно. Ладно, уволили меня, а все остальные? А все остальные были с вами заодно просто. Ну, понятно. Именно потому… Партия кадетов. Партия кадетов. Юрий Петрович, позвольте еще раз моей песне начаться. Ну, начинайте. Начинайте. Когда я на вас смотрю, Юрий Петрович, мне все время кажется, что вы ходите, такой человек, как вы, не может ходить один. На сегодняшнюю встречу с тобой я тоже пришел не один, ты угадал. Я пришел со своим старым, старым приятелем, художником, народным художником Татарстана Ильясом Айдаровым. Почему вы читаете, мне не помню. Я не почему не читаю. Я просто в одну точку посмотрел и параллельно смотрю, там написано «Осам». Это вот тот чай, о котором мы с тобой только что говорили, ты хвалил его. Чай в самом деле хороший здесь, здесь в пабе хороший чай. Так вот, я пришел с Ильясом Айдаровым. Ты помню, некоторое время назад, несколько минут назад, начал говорить об английском стиле, об английской истории. Несколько часов назад я начал говорить. И благодаря нашему с вами диалогу, по-моему, даже не закончил. И мы с тобой подвели к тому, что...